Пожалуй, каждый человек знает, что плохая экология негативно влияет на здоровье. Но мало кто догадывается, что повышенный уровень шума может мало того, что привести к нарушению психологического состояния, так еще и стать причиной расстройства пищеварения. Именно так утверждают специалисты. Для улицы норма шума составляет 60-70 дБ. Для помещения всего 50. Сейчас мы вместе с Денисом Ломзовым узнаем параметры воздуха, которым мы дышим. Денис, расскажите, пожалуйста, что это за приборы и что мы будем мерить? Это учебная экологическая лаборатория, она так называется «Экология», с программным обеспечением для ПК, при помощи которого мы можем померить параметры воздуха. Это температура, влажность воздуха, освещенность там, где мы находимся. Это датчик влажности и датчик углекислого газа. Оборудование хоть и учебное, но в точности замеров сомневаться не приходится. Также мы проверили уровень влажности. Он составил около 6%. Температуру воздуха на момент съемок было 13 градусов выше нуля. И уровень радиационного фона. Норма в нашем регионе составляет 14 микрорентген в час. Показатели также оказались в норме. Даже в Рязанской области, в городе Рязани, можно померить радиацию, скажем, у памятников, сделанных из гранита. Там тоже радиация будет повышена. И вот те молодые мамы, которые гуляют с детьми в таких парках, старайтесь держаться подальше от памятников. Потому что они излучают радиацию, которую нам привезли вместе с гранитом. В вопросах экологии мелочей не бывает, считает биолог Эльвира Сидорова. Раздельный сбор мусора, к слову, способен решить массу проблем. Безотходное производство, сбор макулатуры и так далее. Конечно, вряд ли кто захочет отказаться от благ цивилизации в угоду улучшения экологии. Но помочь себе справиться с неблагоприятными условиями окружающей среды человек в состоянии. Совет один. Чаще убирайтесь на зеленые участки, выезжайте в леса, приезжайте к нам в парк. Это будет лучшая профилактика. Дышать свежим воздухом. Деревья называли легкие планеты. Это всегда. Высаживать больше деревьев, это в любом случае тоже как вариант. Потому что они выделяют большое количество кислорода. Это очень здорово. Мы им дышим. Деревья действительно во многом помогают. Когда мы замерили уровень углекислого газа в парке, эколог биологического центра, к удивлению, он оказался в норме. И он показывает, что углекислый газ в норме. То есть те самые 0,03% углекислого газа, которые должны содержаться в атмосферном воздухе, это нормально. То есть, несмотря на то, что дорога поблизости, но все-таки наши зеленые друзья нас спасают. В этом парке растут уникальные деревья и кустарники. Их здесь более 250 видов и столько же разновидностей травянистых растений. Среди редких деревьев яблони и груши, посаженные еще до Великой Отечественной войны. Но это не все. Это черный орех. Дерево для нашего региона уникальное. Привезено из Северной Америки. Конкретно вот этому дереву уже более 60 лет. Оно плодоносит каждый год вот такими плодами. Их отличает высокое содержание йода в кожуре. И вообще они вполне съедобны. Помимо того, что гулять на свежем воздухе полезно для здоровья, картины, нарисованные осенними холодами, радуют своей красотой и разными оттенками. А это сродни арт-терапии. Чего так не хватает серым городским будням.